Доброе утро! Вы смотрите Олимпийское утро на Первом Олимпийском. С вами Арина Шарапова, а на календаре вторник, 11 февраля. Меню для чемпионов. Так можно назвать наш следующий репортаж. Уверена, он заинтересует каждого. Интересно узнать, что едят бобслисты и, например, фигуристы. И почему им нужна разговора. У нас в гостях легендарный хоккеист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Владимир Владимирович Юрзинов. Доброе утро, Владимир! Вы позволите к вам так? Доброе утро, Арина! Позволю. Итак, 13 февраля. Наша первая игра со Словенией. Ваши ощущения по поводу именно этой игры? Я откровенно говорю, вообще не сомневаюсь. Во-первых, дома. Во-вторых, хороший состав. Он вобрал в себя и наших прославленных лучших звезд, и очень хорошие молодежи. Тихонов, и Анисимов, и Тарасенко, и Воинов. Там целая группа таких молодых, талантливых ребят, и мощный тренерский состав. И потом я знаю же многих игроков этих, я с ними работал, я могу сказать, что для них слово страна, родина, это непростые слова. 15 февраля одна из самых трудных игр, игра США. Вот до 15-го они должны еще больше сконцентрироваться, да? Ну, здесь вы понимаете, здесь сконцентрироваться, и где здесь надо отдохнуть здесь, и где там надо вот так вот настроиться. Ну, то есть это кружево просто, да? Рассказать пару анекдотов таких хороших, понимаете, чтобы поднять настроение. Фактически кружево тренеры плетут, да? Фактически создают такое полотно сложное. Это вообще, я вспоминаю, я же был тренером на 8 олимпийских игр. Да, 8 олимпийских игр. Каждое слово может иметь решающее значение, потому что я вот вспоминаю, а я приехал на олимпийские игры в 98-м году в Наганах, я некоторых и не знал. И я так вот хожу, я говорю, такой худенький стоит, у меня шейха длинная, и я говорю, а ты кто такой? Он говорит, я Леша Морозов. И я говорю, Лешенька, становись-ка в строй, давай-ка. Ну да. А сейчас уже другая. Володь, я слышала, что три наших вратаря настолько хороши, и выбрать кого-то одного просто трудно. Это так? Совершенно верно. Я вам скажу, что и Варламов, и Бобровский, ну и Ременко. Это я вам скажу, что это очень надежный, очень сильный парень с характером, с таким, и отличный вратарь. 13 февраля. Первый канал транслирует женский хоккей. Россия, Швеция. Ваше отношение к женскому хоккею? Ну, я уверен в наших девчонках, потому что там сейчас генеральный менеджер Леша Яшин. Да. С которым я уже лет 20 с лишним работаю вместе, и тренировочный, и все, понимаете? Он мне говорит, Владимир Владимирович, я говорю, чего Леша? Беда, говорит, у нас в женском хоккей. Девчонки клюшки взяли. Я говорю, что такое, Леша? А он, говорит, у нас вратарь, говорит, хочет рожать. Играть не будет на Олимпийской игры. Катастрофа. Вот представляете? И что? И он такой расстроенный. Ну, у нас, говорит, вторая девушка, она тоже хорошая. Я говорю, ну, вот ты, говорит, там, катастрофа у тебя. Никакой катастрофы. В общем-то, я скажу, что мне нравится. Я вот по своему миру играю с ним, с ним техничный. И чувствуется, Яшин с ними выходит на тренировки, показывает им все это дело. Мне нравится. Конечно, для нашего вида спорта, для нашего хоккея, конечно, вот эта Олимпийская Олимпиада, она необыкновенно важна для ее будущего развития. Понимаете как? И ребята это понимают. И тренеры это понимают. И я убежден, что это будет наша Олимпия. Доброе утро. На календаре вторник, 11 февраля. И вы смотрите Олимпийское утро на Первом Олимпийском. С вами Арина Шарапова и мой коллега Тимур Соловьев, который работает в нашей Олимпийской студии в Сочи. Привет, Тимур. Доброго тебе утра. Доброе утро, Арина. На наших часах как...